Сквер Славы-Магнитки снова посетился рабочим объездом глава города Сергей Бердников. Благоустройство зоны отдыха началось еще прошлой осенью. С наступлением теплой погоды продолжилось этой весной. Строители воплощают самую трудоемкую часть проекта – сухой фонтан. Что это такое и какие еще объекты появятся в сквере, расскажет наш следующий сюжет. Техника гудит, рабочие суетятся. У подрядных организаций, как всегда, сжатые сроки. На территории сквера Славы ведется сразу несколько видов работ. Закладывается фонтамент под новую стелу, обустраивается фонтан, усиливаются подземные сети. Делаем опалу, вяжем арматуру, листом формируем сводовую часть и заливаем это с афрофагом бетонки. И у нас получается нормальная. Когда ты можешь? Через неделю я закончить должен вот до этого колодца. Вот где знак стрелка, без препятствия справа. Три дня уже практически 30 метров. Вон между деревьев мы начали. И сейчас дошли уже. И это я буду взрывать на этой части и вот эту опору убирать. Часть сквера Славы, примыкающая к проспекту Ленина, была благоустроена еще прошлой осенью. Глава города потребовал переложить порсевшую тротуарную плитку, а заодно возмутился бездействием руководства ресторана, расположенного рядом. Ему было предписано обустроить пешеходную зону. Меня настораживает отношение руководства этого ресторана. Когда мы их силой заставили реконструировать, по сути, отремонтировать дорожку, которая их собственность, по сути, где мы с вами идем по этой дорожке в этот ресторан, и они как-то это делают очень трудно. Зато спорятся работы у строителей. Самая трудоемкая часть проекта – это сухой фонтан. Подобного магнитогорцы еще не видели. Он создается на месте старого фонтана, но это никак не облегчает подрядчикам сложности монтажных работ. Это первый в городе фонтан, единственный пока, в котором люди смогут ходить между струй. То есть будет замощение этого фонтана гранитной плиткой. Гранит термообработанный сразу, говорят, то есть люди там не подскользнутся, не упадут. Все для безопасности людей. Там будет подсветка светодинамическая. Это что значит? То есть свет будет разными цветами, разные световые сценарии. И также струй будет до 2,5 метра высотой. Встреча в сквере «Славы» дала подрядчикам возможность напрямую с бродоначальником обсудить нюансы работы и возникающие проволочки. А самому Сергею Берникову увидеть мелкие недочеты проекта, которые сейчас самое время устранить. Реконструкцию этого сквера закрываем, заканчиваем. Целое пространство между театром и входом на стадион. У нас в эту сторону с вами полностью подошел парк, парковая зона. Здесь мы сейчас заканчиваем. У нас представляете, вот какая красивая образовалась территория в целом. Оценить красоту скверославой магнитки в полной мере. Жители города смогут в середине лета. Благоустройство территории должно завершиться ко дню Металлурга.